сформулируем теперь утверждение мы готовы к формулировке и так давайте во первых для простоты мы будем считать что все элементы нашего массива они различны это слегка упростит нам анализ алгоритм быстрый сортировки конечно сортировать может любые элементы из и и массива в которых есть равные элементы мы про это потом поговорим и будем считать что алгоритм быстрые сортировки на каждом шаге для каждого разбиения выбирает разделитель случайно равномерно из текущего куска и независимо от предыдущих выборов выборов то есть каждый раз любой из наших там r минус l плюс один элементов с одинаковой вероятностью может стать разделителем то есть алгоритм выбирает случайное число выбирает случайный элемент и разбивает тогда в среднем время работы нашего алгоритма quicksort на данном массиве будет равно n log n в худшем случае время его работы будет уж не больше чем n в квадрате здесь важно пояснить что же значит n log n смотрите мы в начале прямо формулировки теоремы зафиксировали массив когда мы говорим что время работы в среднем нашего алгоритма есть n log n это можно понять двумя способами первый способ такой мы берём и запускаем наш алгоритм ну потенциально там на всех массивах размера n и говорим ну вот на некоторых массивах алгоритм работает долго на некоторых быстро но в среднем вот он работает достаточно хорошо за налогом но вот здесь ситуация не такая здесь она другая здесь для каждого массива для для любого наперед заданного массива наш алгоритм в среднем будет работать на нем за время лога почему же в среднем на потому что он использует случайные числа на некоторых то есть ему может повезти со случайными числами а именно если ему повезет с разделителями которые он там выбирают тогда он будет работать быстро если не повезет то медленно но на каждом массиве в среднем получится время не больше чем некоторая константа умножить на n логан то есть для алгоритма не бывает плохих входов вот это это важно понимать и то что мы здесь говорим это то что он будет работать не знаю на некоторых медленно на некоторых быстро но в среднем n логан но даже на тех на которых он будет работать медленно отработает он уж никак не медленнее чем n в квадрате так с формулировкой надеюсь все понятно давайте теперь доказывать сначала немножечко подготовимся опять к доказательству формальному то есть мы уже поговорили про плохие хорошие разделители но тем не менее значит первое важное замечание у нас время работы уж совсем пропорционально количество сравнений давайте вот что вспомним алгоритм сортировки алгоритм быстрой сортировки это рекурсивный алгоритм он делает вот что он сначала разбивает массив потом делает два рекурсивных вызова и это в общем то все что он делает то есть все рекурсивные вызовы они в итоге развернутся в вызовы вот разбиение мази вызовы процедуры партишн процедура партишн в свою очередь делает вот что она идет по массиву и каждый элемент сравнивает с опорным элементом то есть вот с элементом а отель соответственно ее время работы просто пропорционально количеству сравнений которые она сделает потому что каждый элемент текущего массива сравнивает в целом почему мы говорим там про средние и почему про количество сравнений время работы и количество сравнений это случайная величина наш алгоритм использует случайные числа поэтому мы не можем ничего говорить про время работы алгоритма просто так потому что вообще-то один запуск может быть долгим а другой медленным потому что внутри будут использованы разные случайные числа поэтому мы и говорим про средние мы уже с вами поняли что сбалансированные разбиение они для нас лучше ну то есть поняли мы это как-то так неформально немножко мы говорили если все время разбивается вот совсем одинаковой пропорции то лучше бы она разбивалась сбалансирована давайте еще один пример еще поясним в терминах количество сравнений которые совершаться покажем что сбалансированные разбиение лучше вот рассмотрим маленький совсем игрушечный пример массива из 7 элементов предположим мы выбрали случайный элемент и разбились этим случайным элементом оказался элемент 1 что тогда произошло ну ват массив разобьется как то вот так вот как показано здесь слева единица встанет первое место остальные элементы ну как-то будет идти после него нам даже сейчас совсем не важно что давайте в терминах как бы количество информации попробуем понять что же произошло что мы узнали мы узнали что элемент один меньше чем все остальные элементы Это здорово, с одной стороны, но мы не узнали больше ничего. Мы единицу со всеми сравнили, увидели, что единица меньше всех. Это нам не сэкономило никаких сравнений в будущем. С другой стороны, предположим, что нам повезло, и мы ткнули в элемент 4, когда выбирали разделитель. Тогда массив разобьется, как показано справа здесь. Мы узнали, во-первых, что четверка стоит на четвертом месте, но мы это всегда узнаем, да, позицию. С другой стороны, мы сэкономили себе много сравнений в будущем. Мы знаем, что все элементы 3, 1 и 2, вот эти числа, они меньше, чем элементы 6, 5 и 7. Их не надо будет уже никогда сравнивать. Алгоритм их никогда не сравнит, потому что дальше произойдет рекурсивный вызов для этой части. И вот для этой, то есть они разъехались по разным сторонам, и все, эти сравнения делать уже никогда не надо будет. Это хорошо. То есть мы узнали больше, чем то, что четверка стоит на четвертом месте. Мы узнали, что не надо делать 9 сравнений. Ни 1 из 3, ни 1 из 2 не надо сравнивать с 6, 5, 7. В этом смысле, то есть это еще одно интуитивное объяснение, почему же сбалансированные разбиения лучше. Теперь давайте пытаться теперь понять, с какой же вероятностью у нас заданные два элемента сравнятся. Вот опять-таки рассмотрим игрушечный пример. Массив размера 9, содержащий просто все цифры от 1 до 9. Ну и рассмотрим его отсортированный вариант. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а штрих. Давайте оценивать вероятность, с которой наш алгоритм сравнит элементы 1 и 9. Ну да, во-первых, давайте поговорим, почему же мы именно вероятность сравниваем. Ну, потому что это действительно такое случайное событие. Они либо сравнятся, либо не сравнятся. В зависимости от того, как именно там будут выбираться разделители. Вот утверждается, что элементы 1 и 9 сравниваются с вероятностью 2 и 9. Почему так происходит? Ну, потому что есть всего одна ситуация, в которой элементы 1 и 9 вообще при запуске нашего квиксорта на массиве A сравняться. Это ситуация, когда самый-самый первый выбор разделителя, когда выберется либо элемент 1, либо элемент 9. То есть, либо вот этот элемент, либо вот этот элемент. Значит, почему так? Потому что, ну, во-первых, если в качестве разделителя нам попался элемент 1 или элемент 9, тогда они обязательно сравнятся, потому что на первом же шаге алгоритм пойдет, ну, например, он выбрал элемент 9, и элемент 9 он сравнит со всеми элементами нашего массива. То есть 1 и 9, в частности, сравнятся. С другой стороны, предположим, что первым разделителем оказался не 1 и не 9. Например, там число 4. Тогда после рекурсивного вызова числа 1 и 9 разъедутся по разные стороны от элемента 4. И их алгоритм уже никогда не сравнит. Они будут жить в разных независимых ветках. Итого, если первым шагом был выбран элемент 1 или 9, тогда они сравнятся. Если любой другой, то они не сравнятся никогда уже. Соответственно, всего есть 9 вариантов выбора опорного элемента, и только 2 из них приводят к тому, чтобы элементы 1 и 9 сравнились. Поэтому вероятность 2,9. С другой стороны, теперь давайте посмотрим на элементы 3 и 4. Какова вероятность, что они сравнятся? Вот здесь на слайде вы видите уже ответ. Написано, что вероятность равна 1. И это понять на самом деле несложно. Объясняется это тем, что никакой другой элемент не может понять алгоритму, не может помочь алгоритму понять, что элементы 3 и 4 идут вот в таком порядке. 3 и 4 не могут разъехаться по разные стороны относительно никакого другого элемента. Между ними никого не стоит. Поэтому алгоритмы просто, чтобы понять, что 3 должно идти раньше, чем 4, надо их сравнить. По-другому быть не может. Ну вот это два таких краевых случая, которые на самом деле показывают нам вот, что важно, какое расстояние между двумя заданными элементами в отсортированном массиве. Вот элементы 1 и 9 в отсортированном массиве стоят максимально друг от друга далеко. Это в свою очередь означает, что в массиве, в массиве А в исходном, да и в массиве А' есть много элементов, которые могут понять алгоритму, что эти два элемента не надо сравнивать. Вот эти все семеро ребят, которые стоят между 1 и 9, они, каждый из них, если он окажется разделителем, все, 1 и 9 разъедутся по разные стороны относительно него. А вот для элементов 3 и 4 они стоят совсем близко, поэтому для них 0 таких ребят есть. Соответственно, их сравнят с гораздо более высокой вероятностью. Это опять-таки важная для нас интуиция. Вот сейчас мы перейдем совсем уже формально к доказательству и там эту интуицию используем. Начинаем доказательства. Давайте определим такую случайную величину хи с индексами и g в случае она будет равна единице, то есть индикаторная случайная величина, если h' от i и h' от g сравнились, и 0 в противном случае. Я надеюсь, уже понятно стало, почему мы здесь рассматриваем элементы, которые на и-той и g-той позиции стоят именно в отсортированном массиве. То есть нам важно, насколько далеко друг от друга находятся и t и g-т элементы именно в отсортированном массиве, а не в исходном. В исходном, потому что они стоят в какой-то произвольной последовательности, поэтому индексы и g никак не могут влиять на вероятность того, что они сравнятся. А вот то, насколько далеко они друг от друга находятся в отсортированном массиве, вот это уже как раз важно. далее давайте заметим вот что что у нас любые два фиксированных элемента и g в отсорсированном массиве ну а штрих а ты я и а штрих а g они либо сравняться ровно один раз либо не сравняться вообще то есть либо 0 либо один раз сравниваются почему это происходит ну просто потому что вообще если элементы сравниваются процедурой partition значит один из этих элементов это разделитель хорошо то есть а штрих от и и а штрих от g вообще сравнились значит один из них было разделителем и произошло это в процедуре partition но тогда после вызова процедуры partition этот элемент разделитель он в дальнейших уже рекурсивных вызовов участвовать не будет как вы помните мы разделяем массив сначала какой-то элемент встает на м то место и после этого рекурсивные вызовы делаются для кусков отель до м минус 1 и от м плюс 1 до r то есть м то элемент уже не участвует вот ровно поэтому любые два элемента либо 0 раз сравняться либо один ну это в частности означает что всего количество сравнений уж никак не больше чем n в квадрате то есть для каждой пары элементов всего там пар n минус один пополам и каждая пара сравнивается не более одного раза значит всего сравнению уж не больше чем n минус один пополам то есть не больше чем n в квадрате ну теперь давайте завершать последнее усилие вот самое самое важное замечание этого доказательства после которого уже все оставшиеся получение оценки это уже так дело техники но и какой-то подсчет вот нам важно что и той и джитой элементы отсортированного массива сравняться тогда и только тогда когда первым из отрезка от и до джи в отсортированной части выбирается разделитель в качестве разделителя либо этой элемент либо джитой что это означает давайте попытаюсь здесь на полях пояснить вот рассмотрим во первых наш массив а и рассмотрим его отсортированную часть мы помним что на самом деле для определения того что там происходит с этом и джитым элементом важно только их расстояние от в отсортированной части массива в отсортированном варианте вот дальше давайте вот вот что делается с массивом а что-то начинает происходить там выбираются какие-то разделители и массив разделяется происходят какие-то рекурсивные вызовы но давайте просто отмечать вот первым например разделителем был выбран вот этот элемент ну хорошо давайте посмотрим где он оказался в отсортированном массиве ну пусть вот здесь вот тогда это и джитой элемент относительно этого разделителя все вместе дружно переедут в одну из частей правильно то есть они все вот сейчас показанной картинке показанном примере и ты и джитой элементы все что между ними они лежат правее чем чем вот этот выбранный разделитель но дальше что-то опять будет происходить давайте потом считать что еще один элемент выбрался ну давайте посмотрим где он оказался предположим что оказался здесь ну то есть левее чем весь кусок от и даже тогда все эти элементы от и 2 до джитова будут больше чем этот выбранный элемент поэтому они по-прежнему будут жить в одном подмассиве теперь давайте рассмотрим момент когда все-таки в качестве разделителя был выбран какой-то элемент вот из отрезка от и до джи допустим вот этот если он не совпал с элементом от и до джи то все и ты и джита элемент больше никогда не сравнятся они разъедутся относительно этого элемента по разные стороны как видно если же в качестве первого из этого всего отрезка был выбран и ты и джитой тогда-то они и сравнятся и это был выбран либо и ты либо джитой тогда они сравнятся это единственная на самом деле ситуация в которой они могут сравниться ну то есть как мы поняли если уж там вот этот элемент например был выбран первым значит все элементы от этого до джитого все еще все вместе живут в текущем массиве и значит и ты сравнится в частности и с джитом например ну это в свою очередь означает что мы вот разобрались как посчитать вероятность того что и ты и джитой элементы сравнятся то есть если мы поняли если довольно убедительно там прозвучало то что я сейчас объяснил про про отрезок от и до джи то вот эта вероятность это уже такой технический момент и того нас из джи минус и плюс одной ситуации устраивают только две в смысле сравняться только если одним из этих джи минус и плюс одного элемента оказался либо и ты элемент либо джитой только в этой ситуации они сравнятся соответственно вероятность того что это и джитой сравнятся это 2 поделить на g минус и плюс 1 что нам еще важно что хи и джи это такая индикаторная случайная величина то есть величина которая принимает значение 0 и 1 мы хотим теперь посчитать ее мат ожидания ну вот если у нас есть величина у которой у которой есть два значения 0 и 1 и мы считаем и мат ожидания то это просто вероятность то есть да прошу прощения здесь не аккуратно написано это невероятность случайно вероятность того что она равна единице так вот тогда мат ожидания значение этой случайной величины это просто 0 умножить на вероятность того что она равна нулю ну то есть это в любом случае 0 потому что нам нужно плюс 1 умножить на вероятность того что она равна 1 соответственно остается просто вероятность того что она равна 1 мат ожидания это просто вероятность того что она равна 1 ну отлично все осталось немножечко подсчета и после этого все будут некоторые общие слова пусть потерпите еще капельку и так мы хотим посчитать мат ожидания суммарного количества сравнений ну давайте так это честно и напишем напишем сумму по всем и g где и меньше чем g вот таких вот индикаторных величина двойная сумма по и от единицы до n по g от и плюс 1 до n вот этой вот вот это индикаторные величины но дальше воспользовавшись просто линейностью мат ожидания если у нас есть там сумма двух величин мы хотим посчитать двух случайных величин мы хотим посчитать их мат ожидания то это просто сумма их мат ожиданий это такое стандартное свойство математического ожидания переписали это как как сумму как сумму мат ожиданий то есть внесли мат ожидания вот сюда вот теперь для каждого мы знаем мат ожидания теперь давайте это мат ожидания просто подставим то есть мат ожидания хи и g равняется 2 поделить на g минус и плюс плюс 1 а теперь ну и да и эту сумму мы просто заменили здесь чтобы она попроще выглядела теперь давайте посмотрим ну что же что же это будет за за такая сумма здесь очень много слагаемых но для каждого фиксированного и здесь давайте про двойку забудем и здесь будут какие-то вот один поделить на что-то вот несложно видеть что для каждого и фиксированного сумма которая там будет написано когда g будет пробегать там все значения 3 плюс 1 она будет просто ну вот под суммой вот такой суммы 1 2 плюс 1 3 плюс и так далее 1 иная то есть когда и будет маленьким например ну так давайте посмотрим когда и равно единице то сумма идет от g равного и плюс 1 до n давайте про двойку сразу забудем она будет вынесена вот вот сюда а что же будет там за сумма это будет один поделить на g минус и плюс 1 если g равно двойке это равно чему там g минус и плюс 1 это равно до 1 2 потом g будет постепенно увеличиваться и это сумма будет так и ну знаменатель будет уменьшаться будет 1 2 плюс 1 3 плюс 1 четверть ну и так далее примерно до 1 до 1 n если и равняется двойки то тоже сумма будет идти 1 2 плюс 1 3 плюс 1 четверть но закончится на на 1 n минус 1 ну и так далее то есть уж сверху точно можно загрубить сказать что для каждого и эта сумма будет не больше чем 1 2 плюс 1 3 плюс так далее 1 иная ну и вот здесь мы вынесли двойку операх во вторых написали n потому что и пробегается значение от единицы до n ну дальше осталось заметить что то что вот здесь вот написано это там сумма гармонического ряда называемую то есть один плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 n и про которую известно что она растет как на самом деле довольно хорошо она приближается логарифмом натуральным от м то есть она очень очень похоже но то есть можно и так доказать что она сверху зажата c умножить на логарифм там двоичные на натуральные и снизу зажата можно просто значит это гармонический ряд и его сумма это примерно логарифм но так или иначе то что мы здесь получили что все это растет как n умножить на логарифм n ну ведь написали здесь тату чтобы там она скрыла все константы вот таким образом теорема доказано мы доказали что в среднем в худшем случае алгоритм сделать не больше чем n в квадрате сравнений ну по большое там в квадрате а в среднем время его работы будет действительно n лог n